Внимание, ребята, я жива. Вы все знаете, что я очень сильно хотела снять видео, где я буду выживать на стипендию. И так получилось, что вчера, сегодня её прислали. Это значит что? Это значит, что я попробую всё-таки выжать на стипендию, потому что завтра как раз должен быть тот день, когда я пойду в магазин. И я думаю, типа, надо будет закупиться, посмотреть, получится ли у меня, у меня повышенная стипендия, 3 351 рубль, как мне подсказали недавно. Сегодня 24 сентября. Если у меня не получится выжить на стипендию, это будет просто видео о том, сколько я трачу в месяц. Это просто гениальная стратегия. Я держу вас в курсе. Утром я пойду в магазин, и мы будем с вами жить на столько, сколько нам даёт государство за то, что мы убиваем свои нервные клетки. У меня нос двигается, смешно. Вместе с бровями. Я сейчас поняла, что первая покупка, которая будет завтра мной сделана, это покупка в аптеке. Сегодня единственный день, когда я не встаю в 8, и мне очень не хочется вставать. Помогите! Изначально я хотела снять видео, где я буду жить длиной месяц на степуху, но что-то мне подсказывает, что я просто не вытерплю и выложу отрывками по неделе. Это будет зависеть от того, что будет происходить в моей жизни и что я буду снимать. Пока что расскажу вам лайфхак. Смотрите, заказываем то, что нам нужно на аптеке РУ, и потом просто идём в ближайшую аптеку и забираем это. Потому что даже скидка, которая даётся по социалке в аптеках, она обычно меньше, чем цены на аптеке РУ. В этих видео вы узнаете очень много странных вещей о том, как можно сэкономить. Смотрите, можно собирать сливы с дерева. Мы так с ребятами делали, нам очень понравилось. Срываем сливы. Уже сколько набрали, Даша? Килограмма 2,5. Слив очень вкусный, никто не отравился, все живы, здоровы и целы. Во аптеку мы с вами сходили, думаю, сейчас я схожу в магазин, а обзор того, что я купила и чем я, в принципе, питаюсь, я уже сниму, когда приду в общагу. Потому что я ещё не настолько блогер, я вообще не блогер мирового масштаба, чтобы снимать в Дикте, Пятёрочке, Магните и прочих моих любимых магазинах. Чё, ребят, обзор покупочек, чек. Чё мы там накупили и чем вообще питаются видеоблогеры в наше время. Геркулес традиционный. Я очень люблю кашу и практически каждое утро я питаюсь кашей и сегодня тоже планирую это делать. Очень вкусно, кайфую вообще. Молоко. То, которое стоит мне в холодильнике, потому что во мне живёт иллюзия, потому что он будет храниться дольше. Блинчики, потому что они были по скидке. В жизни бывает всякое. Сворожный сыр, сметана, хлеб, бананы, грибы. В принципе, это всё, чем я питаюсь в обычной жизни. Мясо тут редко присутствует. Сладости я ем редко. Они у меня есть и где-то там лежат. Я не стала брать в расчёт там всякие специи, масло, какие-то дополнительные крупы, потому что я считаю то, что если вы живёте, допустим, в общаге какое-то время, то у вас это уже есть. И вы ходите в магазин, только докупая то, что у вас заканчивается. Если я планирую снимать то, что я буду есть, то вы увидите, как я питаюсь, и поймёте то, что вы такого не захотите. В принципе, это всё. Давайте приготовим завтрак. Такой, который я обычно ем. Каждый день. У меня ничего не меняется в жизни, у меня всё стабильно. Я каждый день ем одно и то же. До свидания. Я разминаю банан ложкой, потому что зачем пользоваться вилкой и потом мыть её? Я понимаю, что вы все очень долго ждали, и я вам сейчас об этом расскажу. Как тебе третий курс? Хочется кричать «помогите»? Ну, я не могу сказать то, что прям сильно тяжело-невыносимо. Просто я сама себя обложила делами со всех сторон так, что мне не вздохнуть, не пёрнуть. В какой-то степени такую занятость я даже люблю. Я такая, пробивная достаточно. Пока что более-менее нормально. Просто жить постоянно в преддверии того, что скоро будет жопа, мне уже надоело. На следующей неделе у нас несколько контрольных. По арге, по кристаллохимии и ещё, по-моему, какая-то есть. Поэтому, когда мне говорят «Ксюша, где новый видос? Ксюша, давай снимай!» Я такая «Нет», потому что, ну, правда, некогда. У меня неделя расписана прям, ну, типа не по часам, но я знаю, в какой день мне куда нужно. И нет в этих днях практически ни одного, где мне никуда не надо. То есть это своя лаборатория, это какие-то другие дела, это практикум по неорганической химии, на котором я теперь сижу, всем привет. А ещё есть расписание, где первая половина дня дистанционно, а вторая очно. Вот этот перерыв в одну пару пустую, он всё портит, потому что за это время не успеваешь ничего нормально сделать. Если бы был полностью дистанционный день, его можно было бы благополучно просрать. Видимо, они об этом знали, поэтому сделали так, чтобы студенты просто учились. В принципе, такой тарелкой каши, половиной бананчика и максимум ещё каким-нибудь бутербродиком я наедаюсь очень хорошо. Обычно я не ем, прихожу сюда, либо готовлю, либо разогреваю то, что уже было сделано. Ну, а такой вот завтрак Стифани. Пипец. Ещё тест по радиохимии будет на следующей неделе. Я так боюсь, по этим предметам нет автоматов, вот можно взять только автомат по радиохимии. Я так хочу, чтобы он у меня был. Не знаю, я просто дурочка. За некоторые вещи мне очень стыдно. Мне не должно быть стыдно, потому что все мы люди. Кто из нас не совершает ошибок? Но когда от количества ошибок в тесте, совершённых тобой, зависит, будешь ты умирать зимой или нет, мне кажется, тут следует просто чуть больше постараться на начальном этапе. Потому что все говорят, что первый семестр третьего курса — это полная жопа. Я это знаю, я к этому готова. Вот такой вот вестник оптимизма у меня сегодня. Сейчас даем и буду собираться в универ. Через полчаса надо уже быть в состоянии выйти. А я ещё видосы не посмотрела никакие. С такой занятостью я не успеваю заниматься ничем. Если не смотреть лекцию сейчас, потом я этого не буду делать. И вместе с тем я не буду понимать, что там происходит. Когда это всё брушится в один момент, мне будет очень плохо, я это знаю. Важная вещь. С такой загруженностью банально не успеваешь пожрать. Я сходила вот сегодня с вами в магазин, наверное, первый или второй раз за сентябрь. Ещё немного, и я буду заказывать доставку. В принципе, это разумно. Соответственно, денег уходит на еду меньше. Соответственно. Поэтому я решила то, что у меня почему-то получится выжить на стипендию. Мне сейчас звонил наркодиспансер, и мне кажется, я знаю, куда я отправлюсь сегодня после шестой пары. Ой, после пятой пары, которая заканчивается в шесть двадцать, наркодиспансер работает до восьми часов вечера. Я надеюсь то, что я успею. Поели за счёт своих одногруппников. В общем, да, расклад такой, что мы захавли в шоколадок на экономике. Сейчас я жду Жени, пока он выйдет с работы, и мы пойдём вместе подписывать важные бумажки. Потом мы напишем контрольную поистхиму на пятой паре, а потом поеду в наркодиспансер. Шоколадки были вкусные. Это ещё один способ, как выжить, жить бесплатно. Просто жрать за счёт других. Мы зашли на ВМК. Мы вышли с ВМК. Женя сказал то, что если я по моему посуду, он меня угостит пиццей. Так что, понимаете, жить бесплатно в наши дни вполне реально. Я так радуюсь, когда у меня получается прожить день бесплатно. Мои внутренние евреи просто лихуют. Пока что мы едем. Ну, сделал небольшое исследование. И, значит, вот ещё было, особенно мне, где... В какую-то науку углубился и... Держу в курсе, никакой контроля не было. Мы просто так полтора часа посидели, посмотрели в экран. И теперь я направляюсь в наркодиспансер. Чем ещё может заниматься женщина в самом расцвете сил в полседьмого вечера? Я прошла наркодиспансер. Готовлю макароны по-флотски. Примерно через полчаса мне нужно будет заниматься делами, чем я, собственно, и буду заниматься. Если вы думали, что мои дни проходят как-то интересно, нет. Тут ничего не будет, кроме вот этого. Я ем, учусь и где-то бегаю. Причём бегаю не по своему желанию чаще всего, а просто потому, что надо. Не буду говорить то, что мне не нравится. Такова жжжж. Такова жизнь. Вот. Девочки, я просто балдею. Когда ты учишься в универе, ты начинаешь ценить простые вещи. Я сейчас так хорошо поем. Вечер просто заряжен на позитив. Приятного аппетита. Я так не хочу ничего делать. Сейчас 3 часа ночи. Перед этим я смотрела 2 часа тикток. Я не знаю, как я завтра встану. Помянем. Понимаете, иногда складывается у меня такое впечатление, что я бухаю, но я не пью достаточно давно. И я не понимаю, в чём проблема. Почему я так плохо выгляжу? Почему я себя так плохо чувствую? Я смотрела 2 часа тикток. Мне понятно, почему так происходит, но мне обидно то, что я выгляжу так, как будто я бухаю. Добрый утро. Всё, всё ещё на работе. Как вы знали, сейчас 3,55 дня. Меня задержали дети на праке, потому что они очень долго убирались. Тут ничего страшного, я как бы понимаю, типа, все мы люди, да. Я сразу же поехала в кожу ведомый диспансер. Я приехала туда примерно за 20 минут до закрытия. Мне сказали, типа, у вас с ней распечатан анализ носит. То есть я такая, окей, класс, хорошо. Ищу, где в округе есть распечатка фото. Понимаю то, что остаётся 20 минут. В итоге просто бегу, как на физре, на первом и втором курсе. Я распечатываю это всё. Бегу назад, где-то без 10,4. Мне говорят то, что мы вас не примем, потому что у врача всё расписано. Я такая, а хули вы раньше что-то мне не сказали? У меня ещё, типа, платная услуга. Я такая, ёб твою мать, почему меня не могут принять? Короче, послали меня. И в итоге я сейчас еду в общагу. Я посрала полтора часа своего времени просто так. И сейчас ещё где-то полчаса мне ехать в общагу. В общем, приду, поем. Отдыхать не буду. Буду учиться, читать и решать задачи, потому что мне, опять же, нужно очень сильно подготовиться к тому, что будет на следующей неделе. Я понимаю то, что я не настолько гениальный человек, чтобы вывести это чисто на своём уме. И мне нужно готовиться. И, короче, я приеду и буду этим заниматься. Следующая остановка – улица Можайский вал. Понимаете, очень хочется плакать. Я вот сейчас ушла, у меня просто текали слёзы. Ещё под дождём. Но мы сильные, мы справимся. Зачем я это говорю? Это же неправда. Несмотря на всю свою занятость, я выделила только что полный вечер на то, чтобы посмотреть половое воспитание. До этого я смотрела три серии. Сейчас я досмотрела весь сезон до конца. Нет, я не жалею о потраченных в пяти часах своей жизни. Потому что это было прекрасно. Я не плакала в конце. Но я почувствовала такое удовлетворение, когда досмотрела до конца. Потому что всё закончилось, ну, плюс-минус примерно так, как я ожидала. Не так, конечно, как хотелось бы. Понимаете, такие сериалы должны быть, потому что они на злобу дня. Мне очень хочется сказать, типа, пару слов про то, что в нём обсуждается. Но я не так не хочу поднимать эту тему в комментариях про всякие вот эти вот гендеры, квир-персоны. Не потому что я против, а потому что я знаю то, что найдутся люди, которые с моей точки зрения немного не согласны. Будут доказывать её слишком радикально. Чего мне не очень хочется. Потому что, в общем, это называется срач в комментариях разводить. Сегодня был очень плохой день. Да. Потом я приехала, что-то почитала, что-то посмотрела, что-то подела. Поняла то, что сегодня выходной, и если я сегодня не посмотрю половое воспитание, то я его не посмотрю никогда. Поэтому я это сделала. Сегодня, может быть, выспаться столько, сколько я захочу, наконец-то, потому что завтра мне никуда не надо. Я подстроила всё так, чтобы в воскресенье не делать ничего. И, скорее всего, завтра я тоже не буду снимать ничего, потому что я буду просто лежать, есть, и под конец дня, может быть, чем-нибудь займусь по учёбе. Всё. Я очень хочу заспать, но я сейчас сяду чём-нибудь делать, потому что я могу. Понедельник очень тяжело. Рабочая неделя только началась, а мне уже очень хочется, чтобы она закончилась. Наверное, это нормальное состояние, но я просто не знаю, сколько так ещё может продолжаться. Поэтому, да, терпим-терпим, а потом терпим-терпим. У меня пропало абсолютно желание снимать что-либо, потому что после того, как меня послали в 202-й поликлинике, я расплакалась, я не хочу, чтобы все моменты моей прискорбной и тяжёлой жизни попадали на камеру. Поэтому, скорее всего, влог тут оборвётся. Знаете, то, что мне не так просто, как может показаться на первый взгляд, терпим-терпим, а потом ещё терпим-терпим. И даже после того, когда мы умрём, мы будем ещё терпеть и терпеть. Оставайтесь на связи. Я очень люблю осень. Мне очень грустно, что я очень мало гуляю осенью, потому что это моё любимое время года. Но, видимо, такой период в жизни каждого человека должен произойти. Тем не менее, несмотря на всё говно, которое происходит у меня в жизни, я очень рада, что у меня есть друзья, потому что они помогают справляться хотя бы морально, с большим количеством проблем, которые присутствуют в моей жизни. От души просто. Ну вот, правда. Они дают мне понять, что будет лучше, и это только временно. И типа, Ксюш, не парься. Не надо так сильно париться. Относись ко всему проще. В любом случае, мы всегда будем с тобой. Я считаю, надо провести стрим, где я вам чуть более детально расскажу, что вообще это, зачем, как. Вы мне что-то поспрашиваете. Но, опять же, на это нужно время, которого у меня пока что нет. Сижу, пора бы спать уже. Время 0.01. Я сейчас буду учить. А вставать мне в 7 примерно, чтобы прийти к началу взятия анализов крови. Вчера у меня случился нервный срыв. Такой, небольшой. Очень люблю поликлиники. Особенно 202. Где я нахожусь? Я сижу в практикуме по неорганической химии, которую делают первокурсники. Зачем? Не знаю. Посмотрим, оправдает ли оно себя. Мне кажется, нет. Но почему бы и да, собственно. Очень многие вещи в нашей жизни мы делаем просто потому, что почему бы и нет. Мне, в первую очередь, очень обидно то, что из-за этого всего пока что, пока я оформляюсь, у меня нет времени учиться. И я боюсь, так боюсь просрать что-то важное, потому что я уже это сделала. Я понимаю, если бы я только училась, у меня бы типа все шло хорошо. Я бы все понимала, успевала своевременно. И оставалось бы даже время на то, что отдохнуть. Но поскольку такой возможности у меня теперь нет, остается только терпеть и еще как-то более активно планировать свое время. Люди в ближайшем окружении тоже заняты не меньше моего. Опять же, большое спасибо моим друзьям за поддержку. Некоторые говорят, Ксюжа, бросай этим заниматься, дай время отдохнуть себе, потому что психическое здоровье намного дороже, чем вот это вот твои старания, непонятно зачем. А другие говорят, ну это просто нужно перетерпеть, и дальше будет легче. Зачетки мне хоть размыты, как обычно. Сидим в универе. Причастно. Опять Ксюша ничего не успевает. И вот она бежит на автобус, потому что он бесплатный. Правда, ничего не успевает. Я слишком часто в последнее время вижу этот ракурс. Я уже не могу. Я не вывожу. Одно и то же. Каждый день. Помогите. Что я обычно делаю? Никакими праймерами и уходовыми средствами я не пользуюсь. Я просто мое лицо мылом. У меня есть два типа макияжа. Один со стрелками, один без. Сегодня я решила сделать со стрелками. Сначала я замазываю все свои прыщи, иногда даже синяки, когда они особо сильные. Потом крашу брови, придаю форму, фиксирую это гелем для бровей. Затем просто рисую стрелки. Ношу файлайтер во все нужные и ненужные места. И если есть настроение, то крашу ресницы. В принципе, это все. Я считаю, что вообще нужно снимать отдельное видео про макияж и, в принципе, переделать канал в бьюти-блог. А еще лучше становиться содержанкой. Вот такая вот красота у нас получилась. Девочки, следы старости не скроешь ничем. Ужас. Йооо. Так выглядит человек после очень тяжелой недели, нескольких нервных срывов и бессонной ночи. Ну, плюс-минус бессонной. Поспать все-таки получилось. Оцените лук. Я не знаю, видно ли по мне то, что я страдаю. Но я думаю, вы поймете по содержанию этого видео то, что тяжелое время продолжается и уходить не собирается. Но я сегодня даже нарядилась хорошо. Мне так нравится. Ой, так нравится. Красотка, ладно. Не, правда, мне нравится. Поймал посвящение такое. Спасибо. Спасибо.